Всем здорова! Сегодня у нас новая посылочка из Китая. Шла она вообще очень быстро, 10 дней. И в этой посылочке у нас часики DZ09. Сейчас мы их откроем, посмотрим, что внутри. И сделаем у них небольшую распаковочку. Так, открываем. Вот они, часики. Так, это мы уберем. Вот так вот выглядит коробочка, все запаковано. Все серьезно. Так, часики прикольные, стоят всего 12 баксов. Брал на GearBest, то есть цена совсем дешевая. Сейчас попробуем их дальше открыть. Характеристики, конечно, такие не супер, но неплохие. Вот мы сразу видим китайскую инструкцию какую-нибудь. Вот они, часики. Запакованы солидненько. Давайте посмотрим комплектацию и перейдем к часикам. Так, в комплекте есть пленочка. Такая плотненькая, нормальная пленочка. Потом USB кабель. Короткий, дешевый самый USB кабель. И пусто, все, больше ничего нет. Это все. Так, тут тоже ничего нет интересного. Поэтому мы этот весь хлам складываем и откладываем в сторону. И переходим непосредственно к самим часам. Так, вот так выглядят часики. Достаем их из упаковки. Как бы характеристики у них не сильно мощные. Процессор MDK6561, если я не ошибаюсь. Называются часы эти DZ09 версия D. То есть, это версия типа хуже считается, чем обычная версия. Цена их была 13 долларов. Поэтому достаточно дешево. Вот первое впечатление. Вот так вот они выглядят. Давайте еще раз внешний вид осмотрим. Вот сюда уставляется симка. Тут поддержка сим-карт. Флеш-карт. Bluetooth 3.0. Ремешок такой плотненький. Каучуковый, резиновый. Такой нормальный ремешок. Добротный. Вроде гнется хорошо. Такой хороший-хороший ремешок. Такие вот вставочки. Из пластика вот тут вот в дырочках. Так что не будет быстро изнашиваться камера. Вот микрофончик. Единственная кнопка, которая тут есть. И сбоку выход microUSB. Крышку я снимать сейчас не буду. В симку вставлять сейчас нет смысла. Поэтому давайте посмотрим, как они выглядят. Вот они уже включил я их. Вот так вот выглядит стартовый циферблат. Их тут три. Вот второй циферблат. И третий. То есть три циферблата. Чтобы разблокировать, просто махнуть вверх. Меню вбок. Вниз. Вниз это звонок. Свайб вверх. Не работает свайб вверх. Его нет. Свайб влево тоже меню. Ладно, пробежимся быстро по основным пунктам меню. Это звонилка. Набирается легко. Попасть элементарно. И выбираем звонить с сим-карты или с телефона. Так, идем дальше. Сообщение. Write a message. Написать сообщение. Конечно, клавиатура это пародия на клавиатуру. Сейчас посмотрим, есть ли русская клавиатура. Русской клавиатуры нет. Сколько я понял. Да, нет русского языка, нет русской клавиатуры. Но я буду делать перепрошивку, которую покажу также, как в эти часы сделать русский язык. Поэтому следите за видео и вы увидите, как же все-таки перепрошить их и сделать русский. Идем в сообщения. В сообщениях ничего интересного. Можно встретить входящие, черняки, исходящие и так далее. Телефонная книга пустая, но она, можно синхронизировать ее по блютусу при подключении телефона. Поэтому, как бы, все ваши контакты с телефона будут в этих часах. Так, тут у нас журнал звонков есть. Пропущены. Все как обычно. Управление входящими уведомлениями. Тоже при подключении телефона будут приходить вам уведомления и будут все отображаться на этих часиках. Управление камерой дистанционной. То есть, то же самое. Включается на телефоне камера, и вы на часах видите то, что снимает телефон. Файловый менеджер, но работает только с флеш-картой. Файловый менеджер, я думаю, не нужно объяснять. Просмотр картинок тоже только с флеш-картой. Далее идет настроечки. Тут, в принципе, ничего особенного. Быстро пробегусь. Тут менять обои можно разные. Системные только одни всего лишь. Так с флешки можно свои устанавливать. Есть, кстати, присутствует около 6-7 языков, но со старта, как я уже сказал, русского нет. Также есть календарик. Такой самый примитивный, самый как на Nokia старых календарик. Ничего особенного в нем нет. Так, вернемся назад. Что у нас было? Давайте продолжим. Будильник. Вот можно выставить будильник на любое время. Так, с повторением. Выбрать звук. То есть ничего тоже особенного. Калькулятор. 5x5 равно 25. Все правильно считает. Запись звука без флешки отсутствует. Bluetooth. Вот имя. Все подключить. То есть обычный Bluetooth ничем не отличается. Камера. Ну, камера это такое. Это пародия на камеру. Так что мы ее даже не считаем за камеру. Аудиоплеер. Тоже можно либо с флешки воспроизводить музыку, либо с непосредственно с телефона. Далее идет профили. Тут настройка. Есть, кстати, виброзвонок. Можете видеть виброзвонок. То есть это виброзвонок. Напоминание ровно сидеть. Монитор сна. Шагометр есть. Установка приложения с помощью QR-кода. Антипотеря телефона, либо устройства. То есть можно, чтобы при рассоединении Bluetooth часы непосредственно начинали опикать. И издавать звуковые сигналы. Есть браузер, который работает только со встроенной симкой. Если симку вставить в Facebook, то же самое. Twitter и WhatsApp. В принципе, все. Это такие основные функции. Вот тут еще есть быстрый доступ. Сейчас вам покажу. Впрочем, все. Вот так вот выглядят часики. Вот такая вот распаковочка. Неплохие. Будем тестировать. И в следующем видео расскажу вам, как же прошить эти часы и сделать в них русский язык. Всем спасибо. Добре будет с вами Китай. Пууу.